Всем привет! 10 минут рекламы. Сегодня поговорим о фонарях Armitec, которыми я пользуюсь уже продолжительное время. Конкретно вот этим вот фонарем. Все, кто рядом со мной идут под светом этого фонаря, всегда подмечают, что очень классный у тебя фонарь. Очень яркий, хороший, сочный луч. Этот фонарь рассеивает. Это больше фонарь такой ходовой, трекинговый, как хотите. То есть универсальный маленький фонарь. Я его использую как на дайвинге. Очень хорошо себя показывает, особенно для видеосъемки подводной. То есть у него такой рассеивающий круглый луч. Также одной батарейки хватает очень и очень на продолжительное время. У фонаря множество всяких световых режимов. То есть углубляться, естественно, сейчас в нем не буду. У меня был на него обзор, хотя такой поверхностный. Более подробно я уже раскрыл для себя этот фонарь, когда попользовался им. Этот фонарь довольно-таки мощный, прочный. То есть он у меня неоднократно падал с высоты. Можно видеть. Он такой уже поживший, побитый весь. Однажды он у меня переночевал, то есть провел сутки в соленой воде, на море, на глубине. Я его потерял. Я, в принципе, уже с ним распрощался. Я думал, что уже такого фонаря у меня нет. Все, я с ним попрощался, в общем. Ну, на следующий день пошел. Пришлось за ним нырять. Тщательно поискал. Он упал среди скал. Торчал вот так вот. И вот по вот этому яркому включателю, кнопочке, я его, в принципе, под водой и обнаружил. То есть увидел что-то желтенькое такое и с блестящей окоемкой. Это бросилось в глаза. Хотя искал я его часа, наверное, полтора-два. Это точно. То есть я не отпускал это место. Мне очень хотелось его найти. Я его нашел в итоге. Именно вот по этой желтой яркой кнопке. Фонарь достал. Он горел всю ночь. Естественно, он уже сел. Я его пришел домой, зарядил. И фонарь работает безупречно по сей день. Очень досадно, если его потерять. Потому что фонарь реально любимый фонарь. У меня он всегда со мной. И в путешествиях, и на охоте, и на рыбалке этот фонарь я очень люблю. Также сегодня будет на обзоре у нас трекинговый фонарь. Ну, кемпинговый малый фонарь. Вот такой вот четыре в одном. Посмотрим его. Вот такой вот малыш. И главный, сегодня обозреваемый, это сборка. Существует три сборки. Это Viking Pro и Doberman. То есть их отличает между собой только дальность света. Вот и все. У Viking Pro там 288 метров луч. У Doberman 381. У меня топовая версия. Это Predator. Это 501 метр. То есть эта сборка, она создана специально для охоты. Как можете видеть. Но я этот, почему взял самый мощный фонарь. Потому что также этот фонарь можно использовать для подводной охоты. То есть такой универсальный фонарь получается, как для наземной охоты, так и для подводной охоты. Потому что этот фонарь допустимо погружать под воду до 25 метров. У него класс защиты IP68. То есть это довольно-таки серьезная защита. Поэтому этот фонарь можно погружать до 25 метров под водой. Поэтому, естественно, использовать для подводной охоты очень смело. Тем более с таким ярким лучом. Давайте вскроем сборку. Посмотрим, из чего она состоит. И также посмотрим в реалии. То есть сегодня ночью выйдем, посветим этим фонарем. И попробуем в действии, как он работает. В общем, давайте сразу же по фурнитуре. Что есть в комплекте, что входит в сборку. Но самое главное, естественно, это крепление магнитное на ствол. Магнитные крепления, кстати, уже зарекомендовали себя. Неплохо работают. Не обязательно делать какие-то вивер-планки. Вполне достаточно для охоты вот такого вот магнитного крепления. Дальше. Ну, то есть мелкая какая-то фурнитура. Даже пока сейчас разбираться я не буду, для чего это нужно. Есть уплотнительные колечки запасные и клипса на карман. То есть для переноски в ручном режиме. Также, опять же, темлячок есть в комплекте. Защитное колечко уплотнительное. То есть на фонарь одевается при падении, так понимаю, чтобы он там сильно не травмировался себя. Запасной аккумулятор. Магнитная зарядка. В дополнение с зарядником 220. Два светофильтра. Зеленый и красный. Для того, чтобы зверь просто не шарахался яркого луча. Но все равно от себя рекомендация. Если вы охотитесь с фонарем. Кстати, у нас охота с фонарем разрешена. Как и с вышек, и сейчас уже с земли. То есть вполне себе годный продукт для охоты. Все равно от себя рекомендацию сделаю. Никогда не включайте фонарь сразу же в зверя. То есть световой фильтр это не панацея. Как с фильтром, так и без фильтра. Всегда включайте фонарь вверх. То есть вверх включили. И потом уже плавно опускаете на цель. Тогда зверь не будет шарахаться практически. Но если он не настеганный. То есть 100% зверь шарахаться вашего луча не будет. Конечно, если вы в темноте направите фонарь в сторону зверя. И потом в него включите. Он будет ошарашен. Не важно есть светофильтр или нет светофильтра. Поэтому включили, ствол опустили плавно на зверя. И все, зверь как правило не шарахается. Также выносная кнопка в комплекте. Мощная. С навитым таким кабелем. Две кнопки включения. Вот такая вот кнопочка. И сам фонарь. При минус 40 он будет точно работать. И до плюс 50, по-моему. Там уже срабатывает защита от перегрева. Потому что, ну, сами понимаете. Диод мощный. Фонарь мощный. Вот такая вот сборка, ребят. Гарантийный талон. Все присутствует. Есть гарантия на фонарь. Давайте это уберем в сторону. То есть это уже идет до теста. Сейчас ночь наступит. Посмотрим, как он светит. Сборку я показал. Также маленький трекинговый фонарик. 4 в 1. Пока я еще не разобрался, в чем он 4 в 1. Есть клипса. Вот так он выглядит. Зарядка происходит от USB. Закрывается таким колпачком. Фонарь влагозащищен полностью. Также у него множество всевозможных режимов включения. Как стробоскоп есть. Медленный стробоскоп. То есть мощность. Вот видите. Всевозможные стробоскопы. Мощность регулируется. Луча. Она у него не одна. То есть можно ярче. Тускнее. То есть как вам комфортно выбрать любую яркость. Так же есть. Это что у нас тут? Уплотнительные колечки какие-то непонятные. Скотч 3М. Куда-то наклеивать его. Фонарик больше, знаете, выживальщика, который сокращает место. То есть он компактный. Сами понимаете, да? Вот он в кулак помещается. И очень удобный. Так же можно использовать в палатке. То есть он экономный, удобный, компактный фонарь. И так же можно использовать его для ходовой. Он больше как бы, знаете, походный фонарь. То есть я так назвал его трекинговый. Вот такие фонари сегодня я вам показал. Давайте дождемся темноты. Попробуем их в деле. Как они светят. Прогуливаю с собакой. То есть сейчас я иду с налобным фонарем. Со своим старым фонарем. То есть так показать. Дабы сравнить было с чем. То есть у него вот режимы. Тусклей, тусклей. Так же там есть тробоскоп. Там нужно нажимать сколько-то раз. Турбо режим. То есть 3 раза нажимаешь быстро. Включается турбо режим. Ага, вот он. То есть самый мощный. Все, это мой фонарь, который у меня уже несколько лет. То есть я им пользуюсь. Вот такой у него свет. То есть нормальный ходовой фонарь. Да, брат? У нас получается двойное нажатие. Мы переходим из режимов. То есть это красный стоп. Ну примерно вот, даже допустим, если идти группой. Видно его, Лен? Да. Вот если идти группой, вот сзади вы будете видеть примерно вот такой вот цвет. То есть мы сейчас друг от друга примерно 10-7 метров. То есть вот сзади вы будете видеть вот такой вот цвет. Двойным нажатием быстрым мы переходим в белый цвет. То есть самый яркий сейчас включен. То есть это у нас ходовой фонарик такой. Ну либо для палатки. Также можно включить тусклый фонарик. Чуть-чуть поярче. Еще ярче. И самый яркий. То есть такой мини-фонарик для палатки. Мило дело, вообще будет супер. Главный фонарь Большой Предатор Про. То есть тусклый. И яркий. Я не знаю, как насчет 500 метров, но вот там вот вдалеке знак примерно где-то он так метров 350. Вон вы его сейчас видите. Вон он. То есть явно до него луч добивает. Это далеко знак. Но что-то разглядеть на этой дистанции, естественно, мы не разглядим. Но по крайней мере нас будет видно. Вот мы сейчас удалим. Вот видите. Вот там вот вдали. Это вот метров 350 точно. Самый крайний знак. Вон он. Вот он. То есть туда лыжь добивает. То есть вот как раз для охоты, либо для подводного поиска. Для подводной охоты, то бишь. На этом все. Ссылку на фонари оставляю в описании. Переходите, кому понравилось, заказывайте. Сам пользуюсь. Фонари очень нравятся. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok